Около 10 лет назад в городе Видное зародилась традиция проводить открытое первенство для юных спортсменов по дзюдо. За эти годы в нем приняло участие более 3000 юношей и девушек. А в 2015 году турнир посвятили памяти младшего оперуполномоченного управления внутренних дел Эдуарда Кадырова, погибшего в ходе контртеррористической операции в Чечне. Гимн, минута молчания и ведущий дают старт соревнованиям. Зал заполняют дзюдоисты, готовые сразиться за кубок победителей. Это матриотическое воспитание, это воспитание на примере, это развитие спорта. Люди идут, дети идут. Несколько сотен участников из семи регионов страны и почти всех городов Московской области. Чтобы поддержать ребят, мероприятие посетил известный актер, фанат здорового образа жизни Алексей Моисеев. Он уверен, детьми надо заниматься, они не должны быть предоставлены сами себе. И спорт – лучшее занятие. Кем быть, человек выберет сам. Но кто он и какой стороне принадлежит, это воспитывается с пеленок. Это должно воспитывать только государство. Как раз такие мероприятия это и воспитывают. Они еще совсем маленькие. Им свойственны детские переживания, сомнения, страх. Но любимый вид спорта заставляет этих юношей и девочек проявлять мужество и уметь идти к своей цели. Дзюдо – это вид спорта, как стиль жизни. Стараюсь выполнить, ну, как бы больше, значит, там кандидат в мастера в спорт и дальше, как получится. Софья Полянская в дзюдо занимается три года. Сама считает себя не очень опытным спортсменом, но результаты говорят за нее. В этих соревнованиях она выиграла две схватки. Мне понравились эти соревнования, хоть они были сложные, но для меня будет хорошо, что я поучаствовала в первых соревнованиях. Четыре года назад, когда соревнования впервые посвятили Эдуарду Кадырову, организаторы не думали, что турнир станет столь масштабным. И память о герое Видновской земли теперь будут чтить далеко за пределами Ленинского района.